Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости, подготовленные специально для вас каналом Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. В понедельник рынок получил порцию предварительных показателей по деловой активности в еврозоне США. Если в первом случае трейдеры принялись к продаже единой европейской валюты, то американский показатель был попросту проигнорирован. Деловая активность в Соединенных Штатах неожиданно замедлилась в мае из-за укрепления доллара и признаков замедления роста мировой экономики, что ударило по прогнозам относительно монетарной политики ФРС. Согласно официальным данным, индекс деловой активности в производственном секторе США понизился до 50,5 пункта в мае с 50,8 пункта в апреле. В апреле показатель понизился до 50,8 пункта с 51,5 пункта в марте. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 51 пункта. Эксперты указывают на то, что слабые данные промышленного индекса деловой активности ставят под удар экономическую ситуацию США и возможность ФРС поднять процентную ставку в ближайшее время. Также было отмечено, что американская экономика вновь зависит от сектора услуг и потребителей. Однако трейдеры не обратили внимания на вышедшие показатели и продолжили покупать господствующую мировую валюту, так как считают, что фактически индикатор будет сильно отличаться и не разочарует рынок. Так, к окончанию торгового дня индекс доллара США торговался на отметке 95,37. Правда, невозможно не заметить сильную волатильность американской валюты, ведь, как отметили чиновники ФРС, внимание будет обращено ко всем публикующимся показателям. Валютные стратегии предполагают, что трейдеров это не сильно напугало, и спрос на доллар США к закрытию торговой недели может только вырасти. Планируется, что индекс американца пробьет отметку 96,00, но все-таки большое значение будет придаваться публикации макроэкономическим показателям. Большее влияние на движение доллара окажет публикация предварительных данных по ВВП за первый квартал, который публикуется в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова